Здравствуйте! В эфире программа «Городские новости» в студии Анна Кутепова. Вчера на шахте Иловайская государственного предприятия «Торезантрацит» была введена в эксплуатацию новая лава с запасами угля в четверть миллиона тонн. Горняки уточняют, что длина очистного забоя составляет 250 метров, мощность пласта – 75-80 сантиметров. Остальные подробности в материале Валерии Отиновой. Для ввода в эксплуатацию нового очистного забоя трудовому коллективу «Шахты Иловайская» понадобилось около трех месяцев. За это время была сделана проходка, забой оборудовали механизированным комплексом, комбайном и конвейером. Все механизмы прошли капитальный ремонт и полностью готовы к работе. Сегодня, кажется, все подготовительные хлопоты остались позади и первый уголь уже пошел на гора. В ближайшее время начнется отгрузка топлива заказчику Старобешевской ТЭС. Благодаря вводу нового очистного забоя предприятие будет работать стабильно, будет стабильно выплачиваться заработная плата. Как вы видите, уже первый уголь с новой лавой складируется на склад, после чего он будет погружен в вагон и отправлен на переработку, а затем на электростанцию. В числе первых, кому вчера довелось спуститься в новую лаву, бывший работник «Шахты Иловайская», а ныне исполняющий обязанности главы администрации ЗУГРЭСа Николай Паяус. Сегодня выезжала комиссия, осматривала, все одобрили, получили допуск на работу этой лавы. Шахта вообще имеет значение для республики. Во-первых, это рабочие места, во-первых, это наша энергетическая безопасность, это уголь для энергетики. Сегодня «Шахта Иловайская» вместе с еще пятью горнодобывающими предприятиями входит в состав ГП «Торез Антрацит». Запуск новой лавы руководители угледобывающей компании считают знаменательным событием в новейшей истории объединения. Сегодня в «Торез Антраците» знаменательное событие, сдаем третью по счету в этом году лаву. Рассчитано на работу на 10 месяцев, запасы порядка 248 тысяч тонн. То есть люди будут обеспечены работой теплом, углем. Эта лава не последняя в «Торез Антраците», еще на подходе лава на шахте «Заря» и в конце декабря будет сдаваться лава на шахте «Шахтерская Глубокая». То есть мы в этом году должны сдать пять лав. Что же касается перспектив шахты Иловайской, то уже в скором времени на предприятии начнется подготовка новой лавы номер 53, которую планируют ввести в эксплуатацию сразу после выработки угля в 61-м забое. На протяжении последних трех лет педагоги детского сада «Радуга» ежедневно применяют в работе с детьми так называемые здоровье-сберегающие технологии, которые по утверждению работников учреждения положительно сказываются на развитии малышей. О том, что собой представляют эти самые технологии, сберегающие здоровье и как их можно применить на практике, сегодня обсуждали на мастер-классе, который был организован в «Радуге» для воспитателей дошкольных учреждений города. «Радуга» по-прежнему остается единственным дошкольным учреждением «Харциска», которое принимает малышей с проблемами зрения. В детском саду открыты три группы, где ребята без отрыва от воспитательного процесса получают лечение. С детворой работает штатный врач-офтальмолог. У нас посещают детки с косоглазием, аномалиями рефракции, с амблиопией. Есть у нас медсестра-ортоптистка, которая проводит непосредственно занятия с этими детками. У нас есть аппаратура лечебная, прекрасная. Это ЭКМ-аппараты, АСО. Есть у нас АЭСТ, то есть это аппараты, направленные на свето и цветостимуляцию. Есть аппараты для лечения косоглазия, нарушений бинокулярного зрения. Это синаптофор, это мускултренер, ну и другая аппаратура. Если своевременно провести коррекцию и лечение таких деток в раннем возрасте, то всегда успех у нас, в общем-то, бывают результаты очень хорошие, и мы помогаем деткам адаптироваться к условиям современной жизни. Сохранение зрения у детей дошкольного возраста. Доклад на эту тему Елена Белоглазова как раз и представляла на сегодняшнем мастер-классе. С учителями-дефектологами и логопедами дошкольных учреждений Харцизка, а также воспитателями групп компенсирующего типа, которые посещают ребята с нарушением, скажем, речи или, например, опорно-двигательного аппарата, педагоги «Радуги» обсудили и одно из приоритетных в настоящее время направлений дошкольного образования. Применение здоровьесберегающих технологий, основанных на идеях российского ученого, врача и педагога-новатора Владимира Базарного. Я хотела бы отметить, что на базе данного учреждения данная педагогика, данная технология имеет такой серьезный инновационный формат, и возможно ее внедрение в образовательных, дошкольных образовательных организациях нашей Донецкой Народной Республики. Педагоги детсада вместе со своими воспитанниками продемонстрировали на мастер-классе элементы занятий, которые они каждый день проводят в группах. Так, для эмоционального равновесия малышей воспитатели «Радуги» играют с ними в акватеатр, а для укрепления физического здоровья проводят комплекс упражнений, способствующих растяжке мышц. С помощью же вот такого большого экологического панно у малышей развивают творческое воображение. По словам педагогов «Радуги», так дошколятам проще познавать окружающий мир. «Экологическое панно, оно очень интересно тем, что все, что мы можем изучать с детьми, мы можем располагать на этом панно. Если вы изучаете, например, осень, то все три месяца вы можете диких животных, домашних животных, вы все это можете располагать, дети это все видят, зрительно воспринимают, естественно, запоминают. Очень интересно детям работать как с пуговицами, потому что они должны это все сами, на липучки, на пуговицы, на шнурочки, на кнопочки, в общем, все они это все сами делают, сами прикрепляют, развивают свой собственный сюжет, если они играют с этим панно. То есть вот очень такое положительное, познавательное». Опыт коллег из «Радуги» участники мастер-класса теперь намерены применить в своей повседневной работе в дошкольных учреждениях Арциска. Телефонные номера вызова экстренных служб. Как правило, нужны они именно в экстренных случаях, то есть срочно, безотлагательно. В оперативности прибытия на место происшествия заинтересованы и сами службы – МЧС, полиция, скорая помощь и горгаз. Наш следующий сюжет призван напомнить те самые номера телефонов, знания которых может порой спасти чье-то имущество или даже жизнь. В любимой миллионами кинокомедии «Операция И» Шурик охранял как раз государственное имущество. Как позвонить в милицию во времена Шурика не спрашивали. Номера вызова экстренных служб все знали с детства. Правда, телефонная связь была не такой доступной, как сегодня. Абсолютное большинство жителей Харциска уже добрый десяток лет пользуется мобильной связью. Экстренные службы сегодня можно вызвать как со стационарного, так и с мобильного телефона. Операторы «Феникс» и «Водофон» позволяют своим абонентам бесплатно звонить и дозваниваться в дежурную часть полиции, МЧС, аварийную службу горгаза, скорую помощь. Знаете ли вы номера экстренного вызова? Вот, например, полиции. Ну, было 102. Ну, 2 раньше было, потом 102. В данный момент нет. Не знаете? Нет, сейчас все на «Феникс» перешли, как бы еще не привык. Не знаю даже. «Феникса» нет, не пользуюсь пока. Раньше было 101, 102, 103, 104, а сейчас мобильные номера. Ну, наизусть нет в телефоне только. 101, 102, 103. Так и было. Так и осталось. Да? Ну, все, начинали. Номера экстренного вызова. Знаете вы эти номера? Пенсионеры, куда мы ходим? Мы нигде ничего не знаем. Мы знаем, чтобы у нас тишина была, не стреляли, давай, да, скорее, кончилось. Ну, знаем. 101, 102, 103. Работа этой мобильной вызывали. 100, 102. 101 – это у нас что, пожарка, да? Теперь 103 – это у нас что, медицина. 104 – это уже газ. Городской отдел полиции напоминает, кроме номера 102 в дежурную часть можно дозвониться также через «Феникс» по номеру 071-308-92-52, через «Водофон» 095-890-84-18 или по стационарному телефону, набрав номер 4-21-33. Сегодня Харциск принимал участников и гостей республиканского фестиваля «Вернисаж профессий». Уже третий год подряд в наш город приезжают студенты вузов и техникумов, учащиеся профлицеев и колледжей ДНР, чтобы с главной сцены Харцисского дворца культуры рассказать зрителям о самых интересных профессиях, тех самых, которым они обучаются. О профессиях, которым обучают в Донецкой Народной Республике, можно спеть, можно пошутить, можно даже станцевать и поставить спектакль. Сегодня все это и вместе, и по отдельности не раз демонстрировали команды, представлявшие 14 вузов, техникумов, колледжей и профлицеев ДНР. На таких мероприятиях достаточно тяжело оценивать эту работу, потому что, знаете, новички, конечно же, всегда волнуются, всегда переживают за свое выступление, поэтому, вот насколько я знаю, в этом году решили, знаете, не определяться, вот первое, второе, третье место, а наградить ребят в номинациях, чтобы, потому что мы знаем, что все готовятся, каждый переживает, поэтому не хотелось бы кого-то где-то обидеть, где-то, может быть, неверно оценить эту работу. Республиканский фестиваль «Вернисаж профессии» в Харциске проходит уже третий год подряд. В жюри неизменно приглашают представителей Министерства молодежи спорта и туризма и службы занятости. Город Харциск уже вот третий год удачно, я считаю, реализует этот проект. Те учебные заведения, которые представлены, вот каждый год представляют свои такие, ну, мини-площадки, скажем, да, презентационные. Видно заинтересованность и такой, ну, где-то, знаете, такой юношеский задор, наверное, ну, характерный, наверное, возраст у студенческой молодежи. Вот этот творческий потенциал, который открывается на подобных мероприятиях, он, конечно, заслуживает внимания, потому что ребята выступают и в таких направлениях, как номинациях, что ли, вот как вокал, и это и хореография, это и КВНовские какие-то номера пробуют себя. Поэтому это очень интересно, и, мне кажется, у этого мероприятия есть будущее. Без пяти минут химики, электрики, металлурги, выступавшие на сцене Харцизского ДК, подошли к презентациям своих будущих профессий с выдумкой, или, как принято нынче говорить, креативно, с привлечением к агитации самых серьезных авторитетов. Например, по версии команды Зугресского лицея, профессия сварщика настолько привлекательна, что даже Владимир Путин захотел освоить эту специальность. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. 24 ноября 2008 года Всемирный фонд дикой природы учредил День моржа для привлечения внимания общественности к этим достоногим млекопитающим. Их добродушные усатые морды служат украшением любого зоопарка, что не мешает моржам до сих пор быть слабо изученными животными. Жители России, по-своему интерпретируя название праздника, открывают в этот день сезон купания в холодной воде, устраивая одиночные и массовые заплывы в уже прихваченных литковом водоемах. Завтра прекрасный день для начала тренировок по моржеванию. Температура воды в Колосничке явно выше температуры воздуха, да и северо-западный ветер не ожидается сильным. Днем переменная облачность, температура воздуха минус 3 градуса, влажность 90%. Ночью облачно, температура воздуха упадет до 9 градусов ниже нуля, влажность 95%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин